Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Новая песня Филиппа Киркорова с участием кассирши Ольги Бузовой «Цвет настроения синий» уже вызвала восторженные отклики фанатов короля российской эстрады. Моду на синий цвет переняли и участники реалити-шоу. Первой спохватилась Алена Савкина, выставившая на своей странице в соцсетях свое фото в синем боди. Давид Анташвили, вопреки надеждам телезрителей, не покинул телепроект Дом 2, а очень даже успешно получил иммунитет. Теперь участники реалити-шоу ждут возобновления его отношений с Викторией Борисевич. Вчера Настя Болинская и Леша Кудряшов пообщались по видеосвязи. Леша не смог скрыть радости, увидев девушку. На вопрос Насте, скучает ли он, Леша сказал, что не скучает и на остров он ее не ждет. Но Болинская уверена, что он врет. Девушка заявила, что лучше нее парень никого не найдет. Хотя сама Настя сказала, что не будет больше с Лешей. Ивана Дилова все еще надеется обратить на себя внимание Ромы Гриценко, но на поляне их общение изменилось. Рома признался, что старается не так часто общаться с Иваной и не флиртовать с ней, потому что она воспринимает это так, словно у него есть к ней чувства. Завтра Майя Донцова и Алексей Купин будут отмечать годовщину своих отношений. Майя приготовила Леши сюрприз. Бывший участник Алексей Чайчиц уехал отдыхать на Бали и, видимо, остался там надолго. Судя по его роликам и фотографиям, парень поселился возле водопада, прямо в джунглях, откуда шлет воздушные поцелуи и зовет к себе под волшебные струи кого-то очень далекого. Фанаты Леши пишут, что совсем скоро состоится его встреча и примирение с Лизой Трианда Фелидием. Никита Турчин сделал предсказание Иване Диловой, что она долго будет на Доме-2 и уйдет с проекта по собственной воле. Кроме того, мечта девушки быть ведущей сбудется. Алена Савкина выложила на своей странице в социальной сети фото, вызвавшее бурю обсуждений. Алена предстала перед фанатами обнаженной, прикрывая свою грудь волосами. Девушку тут же сравнили со старшей сестрой, которая в свое время позировала своими прелестями на камеру. Стоит отметить, что до недавнего времени Савкину хвалили за кардинальные отличия от Рапунцель. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Ольга Бузова провела концерт в Есентуках, ведь ей запретили выступать во Владикавказе. Поклонники приехали на специальных автобусных рейсах из Владикавказа в Есентуки, чтобы посетить концерт любимой певицы. Бывшая участница Дома-2 Елизавета Полыгалова нашла себе жениха, который оказался миллионером. Наконец-то девушке повезло и ей больше не нужно зарабатывать себе на жизнь, показывая полуголое тело. Интересная новость с сайта шлок. Отношения Леши Купина с Машей Кохно наладились, хотя раньше он запрещал Майе общаться с Машей. Теперь Купин даже не против, чтобы Кохно стала свидетельницей на их свадьбе с Майей. Как стало известно позже, свидетелем со стороны жениха станет Роман Гриценко. Донцова написала. Мы решили повторить традицию, которая была на нашей сейшельской свадьбе. Маша была свидетельницей у меня, а Рома Гриценко свидетелем у Леши. На официальной свадьбе сделаем то же самое. И дабы традиции оставались традиции, необходимо повторить волшебство между свидетелями. Ребята согласны. В эфирах Саша Черно переживает из-за того, что Иосиф Оганесян не делает ей предложение выйти замуж. Саша считает, что Иосиф говорит только о профессии и в его планах нет ее. На тете Черно призналась Андрею Черкасову, что ей обидно, неприятно и больно. Другим девочкам на проекте сделали предложение, а ей нет. Но Иосиф считает, что Саша не готова ни к детям, ни к семье. Она просто хочет свадьбу, статус невесты, а потом жены. Оганесян объяснил, что всему свое время и не нужно его торопить. У него уже есть желание жениться, но это произойдет не раньше, чем через два года. Бургер Кинг в России предложил Ольге Бузовой стать лицом рекламной кампании в рот круглый год. По мнению кампании, параметры рта звезды идеально подходят для рекламы в опера. Наши исследования показали, что размер и форма рта Бузовой идеальны для этой цели и положительно скажутся на продажах, говорится в сообщении компании. По условиям контракта звезда должна записывать видео для инстаграм на еженедельной основе. На камеру требуется съесть вопер или джуниор вопер и произнести фразу в рот круглый год с удовольствием или ее вариации. Напомню, что ранее Бургер Кинг изготовил специально для Ольги Бузовой блюдо под названием «Большой хрен». Так компания решила поддержать звезду, которая переживает бракоразводный процесс. Однако по заявлению самого кафе такое название блюда связано лишь с его составом, в который входит соус с хреном. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!